В Европе продолжается противостояние сельхозпроизводителей и властей Евросоюза. Очередную демонстрацию запланировали провести фермеры Чехии в четверг. По мнению директора отделения для связи с Россией, продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН Олега Кобякова, протесты фермеров могут вызвать товарный дефицит в Европе. Акции грозят кратковременным и перебоями в циклах производства и сбыта, и даже местным товарным дефицитом. Вряд ли стоит переоценивать влияние протестов на другие регионы. Однако в последнее время в Евросоюзе они носят регулярный характер. Фермеры негодуют в Бельгии, Германии, Италии, Испании и других государствах сообщества. На днях лидер Французской Федерации профсоюзов фермеров Арно Руссо заявил, что автострады могут быть перекрыты вновь. При этом допускаются и другие формы выражения протеста. Аграрии возмущены зеленым курсом Евросоюза, по которым они должны уменьшить использование удобрений и пестицидов, ограничивать выброс азота и эксплуатацию земли. Фермеры также выступают за упрощение бюрократических процедур и менее жесткое регулирование сельского хозяйства. Протесты фермеров становятся очень серьезной проблемой для европейских стран. Мы видим, что протесты становятся все более и более массовыми и продолжаются уже реально несколько месяцев. Кроме того, не только протесты, по большому счету, высвечивают проблемы в сельскохозяйственной отрасли в Европе, но на самом деле и перекрытие границ, и некоторые акты вандализма, которые происходят с украинской сельскохозяйственной продукцией на железнодорожном транспорте и так далее. То есть, по большому счету, сельскохозяйственная отрасль в Европе она заходит в очень серьезный кризис. Она оказывается абсолютно неконкурентоспособна в условиях, хлынувшей туда продукции с Украины. Еще одна проблема – дешевая импортная продукция, что привело к резкому снижению цен и высокой конкуренции. В то же время расходы на удобрения и энергоносители значительно возросли, чтобы решить проблему в конце февраля министры сельского хозяйства стран Евросоюза собрались в Брюсселе. Они призвали увеличить финансирование субсидий в рамках совместной сельскохозяйственной политики ЕС на 60 миллиардов евро в год. Сейчас на эту программу направляется свыше 386 миллиардов евро из более чем триллиона евро общего бюджета Евросоюза на 2021-2027 годы. Однако вопрос, решит ли это текущие проблемы, остается все еще открытым. Протесты будут нарастать, протесты очень серьезные. Они также связаны с ухудшающейся экономической ситуацией в Евросоюзе, поскольку сельскохозяйственная отрасль, она традиционно была одной из самых субсидируемых в Европе, если не самой субсидируемой, практически во всех европейских странах, и сужающиеся возможности европейских бюджетов, они, конечно, подрывают возможность поддержки европейских фермеров, ну и, соответственно, вот такой двойной удар по сельскохозяйственной отрасли в Европе наносится, и, конечно, фермеры не могут спокойно на это реагировать.